Скажите, о выставке что нас ждет? Какие жанры представлены на выставке? Это выставка в городе Беларусь, в городе Беларусь. Здесь представлены живопись, графика, фиатр. В основном, в Бакее, мы тут много работали. Мы людьми путешествовали и взрослые ночи. Мы вернулись тысячи годов. Мы вернулись к рекомендации на 2014-м, 2013-м, 2013-м, 2015-м, 2014-м. У нас уже продавцы из года года. И я посмотрела. У нас была возможность не только смотреть, а еще и работать непосредственно. То есть мы приезжали, садились, писали. Мы предоставили такие возможности. И по словам нас возил французский художник, он сделал фильм прямо непосредственно. Мы здесь представлены натурный график, это все натурные, средства выбранного работы в натуре. Ну а что касается живописи, то это мастерская, как нам нравилось, и печень, и камень, и страна, и муты. Сделали многие работы. Это основывая сработа, поскольку нет. Но что касается керамики, это то же самое. Это мольческая керамика, когда я ездила в русских группах в Москве, в Гжелево, в Москве, специально в мольческом комбинате. В 15-м году я была группой, то есть 4 месяца работаю, чтобы достать все возможности. Стол, материальности, а потом дальше, допустим, с этого, вот это же. Ну это все, что стало красиво. Вы скажите, живопись и керамика? У вас тут такие разные жанры искусства? Да, я по образованию, я первое образование, я скручу на русских художественных училищах, учились в школе, и уничтожили в этих двух скульпторах, обоих, устроенных и училищах, нет керамики. И после окончания я работала художником-компрометаристом. Это делали керамические вегетры, в интерьерах, в экстерьерах. Это артисталитики, в интерьерах, в специальных блок-маншетах, где есть фотографии, в других работах, там далеко на все. Это искусство, это участки, искусство. Вот, ну это все было в советское время, когда были на Шткалзе. Вот, а потом, ну, шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу. И пришлось, ну, собственно говоря, жили, что есть и занравы, но все, что я пристала, что случилось, что случилось, когда можно было. Вот, и я стала заниматься, когда был керамицем. И почему больше душа лежит? Ну, вы знаете, тут даже не душа лежит, а когда здесь можно заниматься керамицем. Вот, я думала, что после того, как это закончилось, в те времена, когда были заказы, я работала, по-своему, столько керамика, как керамицем, а не керамицем. Я думала, что уже никогда у меня возникло с такими годами. А потом, ну, вот, у меня 5 или 6 раз, я сидела на протяжении Курсской группы, там вообще 6 месяцев, 10 человек, 10-х годов из Москвы, тоже, знаете, специальный завод-экспериментальный, который принадлежал в мотковском церкви. И вот я ежегодно туда ездила. Потом этот завод закрылся, и такой возможности опять не стало. И опять не за нестал. Вот эти вот подъездки, дали мне, должно быть, акварель, и все, смотрели. То есть тут керамика, естественно, по-другому. А потом керамицем я уже говорила, вот я 2 раза в прошлом году. За то, что уже в Москве была просто. Занималась керамикой. А сейчас, в общем, и тем, и тем. Скажите, такой немножко нескорный вопрос. Все-таки это для вас все комби? Я профессионал, почему? Это, вы знаете, когда говорят художник, у меня такая профессия, делать, что-то, что-то, себя. Я не могу ничего не делать. Я, когда есть работа, нет работы, я все равно работаю. Работаю, съемки, что-то нет. Работаю, учиться, по-моему, учиться. А как давно вы в искусстве, в принципе? Ну, я уже очень далеко, давно, вернее, потому что я уже большую долгую жизнь. 16-летая я закончила школу, выступила, учила. Пять лет я училась в институте, три года в аспиратуре. А я всю жизнь опять учила. Ну, у вас в семье кто-то занимался искусством? Ну, как? Нет. Непосредственно так вот вплотную нет. Ну, родственники, архитекторы. Ну, я, как бы, к нему отношения к нему не делала. Нет, просто вот, не знаю, еще с детства мне помогли, там, моим родителям говорили, вот она будет ходить. Вот. Говорит, знакомые родители. Ну, как-то учились. Пошел, пошел, пошел. Ну, это ваше влияние. Ну, наверное, не без этого. Ну, у меня муж художник, у меня, у меня, у меня, у нас лет назад. Мы вместе поступали. Он тоже учился в Одесском художественном училище, в Тургастовском художественном училище. Там не познакомились. Поехали, поступили вместе в Строгановку. В один год закончили. Вот. Он тоже художник, мой литонец. Но, в общем, как живописец работал. Керамикой он не занимался. Так, чуть-чуть, может, попробовал. Ну, сын родился семью художника. Когда все с самого начала, все очень важно. Вся жизнь, как говорится, в искусстве. Ибо наши друзья, когда мы закончили спать, у нас так получилось, что в Кротвино оказалось сразу много художников. Там была идея создать такой центр искусства. Ну, и, в общем, центр создали. А потом кто как? Кто-то работал. Ну, кто как. Но, короче говоря, что все дети, мои друзья, они тоже в основном стали художниками. И как-то вот это было. Ну, так получилось. Ну, просто я училась в Строгановке. А Федор не захотел учиться в Строгановке. Он хотел настоящим юридическим, потому что Суриковский год. Вот, а у нас это больше с декладным связано, с Строгановым. Ну, вот он пошел в чистое, так сказать. В чистое юридическое юридическое. Спасибо огромное. Девочки, вот моя керамика, она уже совсем недавно. Вот здесь вот керамика, которая здесь вот устроена. Да. Все это есть. Издали. Вот тут момента, о которой я говорила. Вот тут фоно всякие. Вот здесь. Детские сады, половина лосеев в школе. Такие большие, 6 метров по сантазу. Такие большие. А, ну вон сидите. Да, да, ничего себе, да. Вот здесь. Вот здесь. Видите, а это горячий ключ. Я это делала больше 30 лет назад. Питьевая в мире, это Краснодарский край. И я думала, что уже этой работой недавно нет. Хотя, когда я ее сделала по программе «Время», по Центральному каналу показывали. Ну, а тут поехали мои родственники туда, не зная, что было. Приехали, сфотографировали, приехали. И оказалось, они там были удивлены. Я была еще больше, 12 лет. И она в хорошем состоянии, вот это прям центр стало. Ну, приятно. Ваша работа по всей России? Да, да. А сами вы где прорываете? А сейчас продвинуем. А, продвинуем. А, продвинуем. А, продвинуем, это московское. Да. Я родилась в московском, где-то, где спасат. В общем, я хочу... В тот момент вот это живопись. Да, да, да. Вот это живопись. Это живопись. Да, тут многие работают. Это педа. У меня, кстати, в области будет 14-го. В музее педа. Это самая выставка. В Кроваться, да. 4 часа. После? Нет. 14 яй, да. 14 апреля. А, все. 14 апреля. Через неделю. Следующий четверг. Надо списать, да. 4 часа. Я могу в интернете. Пришлите, да, пожалуйста, в приглашение. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы можем ждать сюжета. Если там, это, вы, ну, и ссылку попришьете. Конечно, обязательно. Ну, в ответ на ваше письмо. Да, да, да. Интересно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.